В прямом эфире РБК Уфа. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Башкортостан в скором времени может вновь открыть торговое представительство в регионах страны. В первую очередь торг-предство появится в субъектах, граничащих с республикой. Об этом на встрече с представителями башкирской общественности регионов России заявил Ради Хабиров. Руководитель республики отметил, что бизнесмены активно налаживают деловые связи с Башкортостаном. И представительства могли бы помочь им в этом. В частности, торг-предство уже в сентябре откроют в Оренбургской области. Такой шаг, уверен Хабиров, поможет предпринимателям двух субъектов нарастить обороты в бизнесе. При этом Ради Хабиров подчеркнул, будущий руководитель офиса должен работать на общественных началах. В нашей республике и Оренбургской области большая тяга. Кстати, много оренбургских предпринимателей работают у нас за Ураль, например, зашли и в сельском хозяйстве в нашем работе. В этом поругиваются иногда наши жители, но в этом нет ничего плохого. Мы здесь интересы всех учитываем. Поэтому по открытию представительства я такое поручение правительству дам. Помимо экономического взаимодействия, на встрече участники и делегаты обсуждали и вопрос преподавания башкирского языка в Татарстане, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областях и Пермском краю. Вице-мэруфы по экономике и инвестициям покидает свой пост. Илгис Насардинов в беседе с журналистом телеканала РБК ОФА сообщил, что уже выбирает новое место работы. Чиновник отметил, что сейчас находится в отпуске, после которого не вернется на муниципальную службу. Отмечу, что Илгис Насардинов считается старожилом. В столичной администрации он проработал почти 30 лет. С 2012 по 2017 годы он возглавлял финансовый блок мэрии. С 2017 года по сегодняшний день курировал сферы экономики, промышленности и инвестиций. При этом эксперты отмечают, новая должность была все же трудной для него. Насардинов был опытный финансист, а промпредприятие и экономика все же из другой области. Напомню, что отставка Илгиза Насардинова – это второе кадровое решение в мэрии за два дня. Накануне сити-менеджер УФА сообщил о назначении нового вице-мэра по имущественным отношениям. Им стал Евгений Чебаков. Продолжаем. В Башкортостане обанкротился крупный молочный комбинат. Арбитражный суд региона признал несостоятельным давлекановскую молочную компанию. Дело о банкротстве предприятия инициировал основной кредитор Банк Российский Капитал. Молочный производитель задолжал финансовому учреждению без малого 352 миллиона рублей. В ходе судебного заседания конкурсный управляющий сообщил, что не нашел признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Но добавил, что руководители давлекановского молочного комбината пытались вывести активы и скрыть имущество. Сейчас в отношении организации ввели конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Часть экспертов заговорили, что банкротство может быть связано с переделом собственности и даже рейдерским захватом. Однако в молочном союзе Башкортостана отмечают, ситуацию не стоит рассматривать в негативном ключе. Менеджмент завода попросту не рассчитал силы в части обслуживания банковских займов. Есть мнение, что это и рейдерский захват, но это ничем не подтверждается на самом деле. Есть мнение отдельных людей, что это ситуация с банком действительно критическая, что банк не перекатал, потому что ситуация на этих предприятиях достаточно отрицательна была. Поэтому однажды сказать, что это рейдерский захват, я так не могу. Мое мнение, что это все-таки, наверное, какая-то ошибка менеджерская произошла, что они вовремя не получили перекредитовку. Напомню, банкротство переработчиков молока в Башкортостане уже не первое. Сейчас в регионе простаивает второй по объему переработки Чекмагушевский молзавод. Ежегодно предприятие принимало свыше 75 тысяч тонн молока. Менеджмент компании не может договориться с Россельхозбанком о дальнейшем финансировании операционной деятельности. К делу уже подключился Минсельхоз. К началу октября Управление федеральной антимонопольной службы по Башкортостану ожидает результаты расследования дела о корректности запуска транспортной карты ОЛГА. Об этом РБК УФА сообщил руководитель регионального УФАС Андрей Хомяков. Напомню, башкортостанская УФАС возбудила антимонопольное дело против государственного перевозчика Башавтотранс. Его обвиняют в том, что он без конкурса отдал услуги по процессингу карты ОЛГА компании БРСК, которая затем передала их компании расчетные решения. По словам Андрея Хомякова, всего поступило 4 жалобы. — Интересный, наверное, момент. Если сама по себе карта ОЛГА будет востребована, востребована в первую очередь у населения региона, то здесь действительно можно вести речь только о нарушении непосредственно Башавтотрансом норм антимонопольного законодательства, но это не должно влиять на положение дел в отрасли, то есть это не должно ухудшать положение тех людей, которые сейчас, соответственно, уже пользуются картой ОЛГА. Поэтому мы будем подходить к решению вопроса, ходя именно из таких позиций. Напомню, карта ОЛГА в Башкортостане начала работать с 1 июля. Другие подробности о работе республиканского УФАС сразу после новостей в программе «Ракурс». И на этом у нас все. Оставайтесь с РБК. РБК.